здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем красивый топ из хлопковой пряжи пряжа у меня опять же моя сто процентов хлопок ссылка будет в описании для тех кому нужно кому не нужно подбирайте просто по метражу значит 50 граммов 135 метров это 270 метров 100 граммах приблизительно ориентировочно девчонки вот спицы у меня два миллиметра и три с половиной миллиметра так если вы смотрите это видео вы уже должны были посмотреть два предыдущих с узором резинки и основным узором появится здесь вот появятся будут по под видео в описании будут в конце на заставке либо будут в конце на заставке в рекомендованных вот значит объяснение у меня в трех размерах sml и в сантиметрах здесь здесь количество петель здесь петли сантиметры вот первым делом я вяжу размер n вот этот вот средний это размер с это l так набираем свое количество петель соответственно вашему размеру и вяжем резинку которую мы уже умеем вязать вяжем 30 рядов это 7 сантиметров сантиметрах вот такая вот красивая резинка которую мы вяжем по отдельному видео далее перед спицами 2 миллиметра резиночку вяжем тугую такую красивую плотненький далее распределяем петли вот таким вот образом 2 петли это кромочная и изнаночная вот они две петли далее 14 петель нашего узора 14 далее снова 2 петли изнаночные вот они указаны далее выбирайте свое количество промежуточного вот этого сектора у меня это 33 петли лицевые так 33 лицевые петли далее опять у нас сейчас подождите эту деталь готов вот так вот положу чтобы вы видели вот мы отделили 14 петель на вот этот узор 33 петли и здесь теперь у нас центральный узор центральные петли на узор значит 2 изнаночные 14 лицевых вот они видите вот изнаночные лицевые между ними одна изнаночная так 14 14 1 изнаночная снова 14 лицевых 2 изнаночные снова 33 лицевые так 33 теперь 2 изнаночные снова 14 лицевые 14 и должна остаться 1 изнаночная и 1 кромочная изнаночная вот теперь мы продолжаем вязать вот таким вот образом вывязывая наш узор притом начинаем слева направо вот эти жгуты потом справа налево слева направо и справа налево вот это обратите внимание в начале чтобы правильно распределить адрикосы все подробности в видео под описание по поводу вот этих вот жгутов все продолжаем вязать до проймы и так мои хорошие провязала я 32 сантиметра в высоту это 9 рапортов 9 рапортов это 90 рядов теперь что хочу сказать девчонки вот здесь вот сейчас хочу обратить внимание я буду вязать одну деталь но у меня и спинка и перед они вот здесь вот вырез одинаковый и там и там вот потому что я честно сказать вы можете регулировать высоту этого выреза то есть основываться только на количество убавлений но поднять его да это ваше желание насколько глубоким вы его хотите вот здесь я буду писать петли спинки убавления а здесь петли переда потому что детали полностью идентичны разница только заключается в закрытии петель проймы и все здесь вот все одинаково почему я не просчитала на большие размеры эту модель потому что я боялась посадки потому что это все-таки топ и грудь разная у девчонок которые больше размера разные фигуры то есть особенности фигуры поэтому не факт что на топ сядет до на грудь и как бы нам больше объема извините девчонки это просто я побоялась не рискнула я короче говоря вот значит здесь со стороны переда мы закрываем в каждом лицевом ряду и со стороны переда среди в пройме мы тоже закрываем в втором ряду я здесь пишу в втором ряду все одинаково пока сейчас я дальше буду прописывать сколько раз значит для спинки вот здесь вот если здесь для впереди для проймы мы закрываем в каждом втором ряду то здесь мы закрываем в каждом четвертом вот единственная разница между спинка и передней частью детали так теперь нам нужно разделить вот это вот вязание для этого сейчас я вам все буду показывать что я буду делать значит что еще сейчас пока буду пока буду вязать до до центра я вам немного расскажу что сделала я я сделала вот в пройме это делать не обязательно вот смотрите я вязала последнюю петлю лицевой я почему-то думала что она все благополучно вот так вот развернется и будет красиво смотреться с этой лицевой вязкой но при разглаживании у меня это все равно красиво вот смотрите она все равно у меня завернулась на завернулась на изнаночную сторону ровно так же как и вот это вот часть видите при этом при этом узоре то есть в любом случае у меня получился вот этот вот край как бы как бы подшитый он эффект такой создает да поэтому я уж буду вязать лицевой петлей а вы девчонки не обязательно продолжайте вязать изнаночной вот то есть кромочную классическую выполнять продолжаем узор то есть закрывать петли мы будем в этих секторах только которые у нас между этими листьями косами вот они лицевой глади вы этот сектор вот видите у меня перед я со стороны начинаю закрывать эти петли сейчас у меня будет в передней детали в каждом лицевом ряду я буду закрывать эти петли вот довязывая до конца вот этой вот части лицевой глади и вяжу тоже 2 вместе то есть скос для горловины я делаю теперь я вижу половину вот этого узора так я приблизилась к петле которая у нас одна изнаночная разделяет две вот эти половины узора и из нее мне нужно вывязать 4 петли смотрите одно я вывязываю делаю накид вывязываю 3 и вот отсюда и вот отсюда еще 4 то есть вот всего у меня здесь 4 петли ну вот такой вот каракуль у меня получилось ничего не сделаешь так понятно куда эти четыре петли нам нужно для того чтобы разделить красиво чтобы у нас была и кромочная петля и вот это изнаночная петля которая отделяет кромочную от вот этот от узора так снова лицевая гладь мы делаем две вместе после вот этой дорожки двух изнаночных так в конце лицевой глади я делаю две вместе провязываю меня и местами довязываю до конца ряда изнаночном ряду вяжем по узору ровно до половины до вот этих вот четырех наших петель которые мы сейчас изобрели вот видите я начинаю вязать лицевую петлю но вы не обязательно девчонки в любом случае она у вас завернется вот здесь видите кусочек этот разутюжила который созвала все она все равно повернулась вот так вот в этом узоре поэтому этой лицевая петля не обязательно это к этому я пришла уже вот сейчас в процессе что она лишняя процессе обработки вот продолжаем на вот этих вот выполнять узор и сейчас в этом ряду изнаночному просто разделим вязание на две части одной из них мы будем вязать вторую оставим на спитах сокращение в изнаночных рядах я не делаю делаю только в лицевом ряду в данном случае это период и я делаю в каждом лицевом ряду случае спинки я со стороны горловины делаю в каждом лицевом а со стороны поймы через раз каждом втором лицевом ну то есть в каждом четвертом по сути узор и я приближаюсь к разделению и здесь я вот мы помним до что я сделала 4 петли из одной вот этой вот центральной и здесь я провязываю две из них две из них я оставляю на спицах они пойдут в эту сторону на эту деталь и теперь я продолжаю вызвать пока вот эту вот одну правую полочку сейчас если покажу вам эту спинку видите вот здесь вот у меня идут в каждом лицевом ряду сокращения здесь каждом четвертом вот хорошо видно да что они не так часто идут вот они количество я вам сейчас еще все озвучу вот сейчас же у меня будет все вот так вот вот так в передней детали сейчас все пока итак девчонки вот показываю я процесс вот смотрите что у нас получается значит видите здесь я закрыла по сделала всего 11 раз эти убавления здесь же я делала 16 держи я сделала 17 раз и всего у меня осталось пять петель вот между этими делами значит так как нам так написать чтобы было понятно для размеров я пишу 10 11 и 12 раз это соответственно размеров вот пройма то же самое здесь только через 3 ряда все вам показываю чтобы понятно был то есть спинка у нас пройма закрывается то есть вот видим да у нас на спинке идет плавный скос проймы на передней детали у нас идет такой вот резкий скос проймы выемка вот такая пройма классика это что касается проймы значит для горловины мы закрываем в каждом втором ряду вот мы видим здесь в каждом втором ряду это перед вот вот это вот количество петель для размера с это 15 петель вот я вот отчерчу размер с м и размер здесь у нас остается по итогу между вот эти вот лицевой глади нас остается две петли 5 петель и 8 петель да вот здесь вот лицевой глади то есть ширина у нас разная везде так что касается здесь у нас впереди впереди вот он он обозначен вот эти вот убавления все во втором ряду как только мы достигли вот 15 17 19 считаем того количества убавлений либо количество петель которое указано для вашего размера сокращение мы прекращаем и вяжем ровно что же мы делаем на спинке мы 11 закрываем во втором ряду втором ряду одиннадцать раз и в четвертом ряду 4 6 8 петель сейчас я вам показываю у меня это 6 петель значит вот они ой это перец здесь у нас во втором ряду так для спинки вот смотрите 11 петель в каждом втором и далее 6 петель в каждом четвертом и вот здесь вот у меня уже 5 петель лицевой глади далее я продолжаю ровное вязание девчонки вот я уже провязала прямо и второй чтобы вам показать здесь я для скоса плеча убавляла конечно оно коряво смотрится потому что этот узор он деформирует вот пять раз по пять петель и остальные петли закрывала значит здесь у нас раз два три четыре пять для плечевого скоса значит для размера м это пять закрытий по пять петель для скоса для с это четыре для м пять закрытий и для л это шесть раз по пять петель вот и оставшиеся петли соответственно потом закрываем что хочу еще сказать значит от начала проймы мы вяжем опять же для размера с пятьдесят рядов до вот этого закрытия плечевого скоса для размера л шестьдесят рядов вот сантиметры у нас для размера л двадцать пять сантиметров семьдесят рядов то есть пройма у нас глубина пройма у нас отличается не отличается вот здесь вот ну вот здесь вот у нас отличается так ну и соответственно здесь я вот довязала до плечевых скосов вот двадцать два сантиметра вот видите как оно заворачивается поэтому оно у нас уже прям так красиво завернулось и обработалась да так здесь у нас по пять три четыре четыре вот так вот в начале каждого ряда я закрываю по пять петель для плечевого скоса всего пять раз для моего размера это все теперь я сошью боковые части вот до этого момента где у нас начинаются сокращение где у нас по сути пойма начинается плечики сошью можно конечно девчоночки делать это все сейчас предвижу комментарии что не закрывать петли и и оставлять да конечно вы правы то есть оставлять и и потом сшить уже петля в петлю умеете делайте я я показываю так в общем все пока сшиваю боковые швы и плечевые и потом вам покажу и вот здесь вот надо будет видеть и вот эту дырочку я специально оставляю здесь больше не чтобы здесь все стянуть ученки мой результат фотографии на дочке на моем она размера с так что учитывайте то что что она это тот на нее большой вот видите здесь вообще ничего не пришлось сделать никак обрабатывать она красиво так улеглось и здесь и на рукавах ничего там не видите все очень красиво согнулась в нужном месте так что тут мне просто это просто повезло я почему-то у меня в планах было по-другому так вот плечу натянула так вот вырез так вот вырез на спине соответственно вы можете сделать меньше но мне нравится такой вот как летний вариант я люблю такие вырезы на сне глубокие и впереди вот девчонки вот такой вот топ так на сегодня все даже не понятно что это спинка на сегодня это все с вами была дикой школы рукоделия пока 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 не